Тайна существует только для того, чтобы быть раскрытой. Так говорил французский философ Жиль де Лёс. И если вы с ним согласны, давайте раскрывать тайны прямо сейчас. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Морские беспилотники. На что способны корабельные дроны? Почему специалисты считают, что в скором времени они полностью заменят самолёты-разведчики? И можно ли взломать вражеский беспилотник? Имея компьютер там, даже очень мощный, не войти и заставить работать его по своему плану. Это практически невозможно на сегодняшний день. Хотя попытки такие делаются. Загадочное исчезновение американского корабля «Циклоп». Российские эксперты считают, что пропавшее в 1918 году судно не утонуло. Что же произошло и почему американцы отправились на поиски «Циклопа» только через месяц после его исчезновения? Вот эти все непонятные вещи с его исчезновением, то, что не было сос, не осталось никаких предметов. Самые опасные змеи планеты. Морские рептилии убивают быстрее кобры и чёрной мамбы. Где они обитают и почему специалисты считают, что они будут проблемой для всего человечества? Человек, купаясь в море в океане, он в прибрежной зоне даже не замечает укуса змеи. Смерть Рейнхарда Гейдриха – древнее проклятие или испытание биологического оружия, что скрывают британские спецслужбы? Он сначала и не заметил, что у него ранение. Он принялся преследовать диверсантов сам. Секретное испытание советских учёных. Что такое проект «Глобус-1» и зачем во времена СССР исследователи взрывали ядерные бомбы в подземных шахтах? Что-то пошло не так, как сейчас говорят. Почему? Потому что фонтан грязи радиоактивной воды выплеснулся наружу. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Пентагон обвинил российских хакеров в заражении американских военных беспилотников компьютерным вирусом. Специалисты по кибербезопасности Министерства обороны США утверждают, что якобы нашли в системах управления боевых дронов программу слежения за аппаратами. Официальных доказательств Пентагон пока не представил. Но эксперты считают, что в будущем хакерские атаки на беспилотники станут основным оружием в борьбе с дронами. Как взлом беспилотных машин противника способен изменить ход сражения? Можно ли превратить вражеские аппараты в своё оружие? Изначально морскую авиацию военачальники рассматривали исключительно в качестве разведчиков. Но Вторая мировая война показала, вероятность попадания пушки самого совершенного корабля в цель с расстояния 10 километров не превышает и половины процента. В то время как самолёты поражают суда противника с эффективностью 95%. Беспилотные самолёты-разведчики, ударные самолёты или постановщики помех – это не ноу-хау для современного мира. И до Великой Отечественной войны были такие вопросы, разбирались. Как только появились системы GPS-навигаторов, да, как они стали спутники давать информацию, тогда и развитие пошло беспилотчиков морского назначения. Ударные беспилотники морского базирования появились относительно недавно. И за пять лет они поразили целей больше, чем какое-либо другое оружие флота. Например, дроны авианосцев США уничтожают объекты на территории Африки, Азии и Ближнего Востока. В настоящее время беспилотники морского базирования у американцев – это очень серьёзные машины. Очень серьёзные машины. Это Х-47Б самолётного типа, С-100 – это вертолётного типа. У них, кроме этого, есть и другие. Достоинства беспилотников очевидны. По цене одного истребителя F-22 можно купить два десятка ударных дронов типа Predator S. И если F-22 контролирует лишь небольшой участок неба, то десяток Predator, работающих по принципу «включил и забыл», могут взять под круглосуточный контроль огромное воздушное пространство. Беспилотники никогда не устанут и не отвлекутся от боевой задачи. Но и у них есть свои недостатки. Возможности управления ими очень трудно осуществлять именно с корабля или с самолёта даже. Потому что это всё-таки не земля. Меняется всё. Координатная сетка и корабля меняется одновременно, он же в движении находится. И, соответственно, беспилотного самолёта или вертолёта. Над морем всегда бывают туманы, знаете, большая качка, большие углы крена, наклона и тангажа. У беспилотной войны есть одно главное преимущество. Она не требует человеческих жертв. Если машину собьют, никто не погибнет. Пилот не попадёт в плен, его нельзя будет допросить или обменять на других военнопленных. Даже доказать сам факт применения дрона будет весьма непросто. Сегодня у беспилотной авиации есть только одно уязвимое место. Несмотря на современные технологии, управление машиной происходит с задержкой. Это главная причина, почему ударные аппараты летают медленно. Кроме того, машинам угрожают хакерские атаки. Но военные эксперты уверяют, что взломать дрон – очень сложная задача. Очень трудно просто так взять со стороны, имея компьютер там, даже очень мощный, и войти и заставить работать его по своему плану. Это практически невозможно на сегодняшний день. Хотя попытки такие делаются, но полностью обнулить его и заставить выполнять свои собственные задачи практически невозможно. Сейчас Россия испытывает свой многофункциональный беспилотник – вертолёт БПВ-500. Эта машина может не только проводить разведку, но и наносить удары. Аппарат несёт на борту свыше 200 килограммов вооружения и боеприпасов. Эта машина поднимается на высоту до 4 километров и действует на удалении до 320 километров от базы. Но её главное преимущество, по оценке экспертов, возможность размещаться практически на всех крупных судах нашего флота. Независимая группа исследователей заявила, что правительство США скрывает правду об исчезновении судна «Циклоп». Этот грузовой корабль бесследно пропал в знаменитом Бермудском треугольнике в 1918 году. После длительных и безрезультатных поисков тогдашний президент США Вильсон сказал, только бог моря знает, куда пропал «Циклоп». Однако современные специалисты уверены, судьбу корабля знают не только боги, но и спецслужбы США. Почему даже спустя сто лет американские власти скрывают правду? Что же на самом деле произошло в Бермудском треугольнике? По мнению российских военных экспертов, «Циклоп» не погиб в водах Бермудского треугольника, как принято считать. Специалисты уверены, в исчезновении судна замешана Германия. Это было время Первой мировой. Он привозил стратегические материалы, необходимые для вооружения. То, без чего не обходится создание оружия, в том числе снарядов. Поэтому это, естественно, привлекло внимание немецкой стороны. США и Германия были по разные стороны баррикад. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что на «Циклопе» произошла диверсия. Якобы немцы просто угнали корабль, чтобы лишить американцев ценных материалов. Были возможности у них, да. Была мощная немецкая колония, в том числе в Аргентине. Никто не скрывает. В той же Америке. Мне кажется, это было, конечно, на мой взгляд, диверсия немецких спецслужб, которые достаточно плотно там работали. 16 февраля 1918 года «Циклоп» с грузом ценной марганцевой руды отправился из Рио-де-Жанейро в США. Капитан сделал внеплановую остановку на острове Барбадос. При остановке в Порпадосе происходила какая-то перекладка груза при какой-то волне большой или при, в общем-то, торме достаточно сильном. Неожиданное смещение этого груза могло привести к резкому перевертыванию парохода. Американские эксперты утверждали, что корабль действительно попал в шторм и утонул. Но погодные сводки тех лет указывают, в дни, когда исчез циклоп, в районе Бермудского треугольника был полный штиль. А российские специалисты задают вопрос, если судно действительно стало жертвой стихии, почему капитан не подал ни одного сигнала бедствия? Не было координат, где исчезло судно. Не было никаких следов от этого исчезло вообще судно. Не было никаких сигналов в течение 9 дней, чтобы это судно подавало. Морской историк Николай Каланов считает, в исчезновении циклопа действительно есть немецкий след. По его словам, на борту судна находился генеральный консул США в Бразилии, немец по национальности, родом из Германии, был и капитан корабля Джордж Уорли. В действительности он родился в Ганновере в 1862 году. Фамилия его была Йохан Фредерик Фихман. И он из Германии выехал в США, получил гражданство. Уорли был не единственным немцем в экипаже. Среди команды также было много его земляков. По мнению экспертов, они могли объединиться и поднять мятеж, чтобы под руководством капитана переправить ценный груз на родину. Специалисты уверены, капитан циклопа зашел в порт, чтобы пополнить запасы еды и топлива перед дальним походом. С Барбадоса корабль отправился не в США, а в Европу. Министерство военно-морских сил США, можно сказать, сделало все, чтобы как можно быстрее эту историю замять, чтобы она не пошла как бы в широкую печать. И вот эти все непонятные вещи с его исчезновением, то, что не было СОС, не осталось никаких предметов. Военные эксперты считают, что у берегов Европы марганцевую руду перегрузили из трюмов циклопа на немецкие транспорты. Так Германия получила важный ресурс для своих военных заводов. Мятежная команда судна покинула его борт, а опустевший корабль отправила на дно немецкая субмарина. Но почему американские военные скрыли правду? По мнению экспертов, США не хотели признавать свое бессилие. Скорее всего, они узнали о случившемся задолго до официального объявления судна пропавшим. Ведь по документам, поиски исчезнувшего корабля начались только через месяц после того, как циклоп перестал выходить на связь. Некоторые специалисты предполагают, что судно вообще не исчезало. А таким образом США продали ценный груз Германии. Далее в программе. Самые опасные змеи планеты. Морские рептилии убивают быстрее кобры и черной мамбы. Где они обитают? И почему специалисты считают, что они будут проблемой для всего человечества? Человек, упаясь в море в океане, он в прибрежной зоне даже не замечает укуса змеи. Смерть Рейнхарда Гейдриха. Древнее проклятие или испытание биологического оружия, что скрывают британские спецслужбы? Он сначала и не заметил, что у него ранение. Он принялся преследовать диверсантов сам. Американская военная база в СССР. Как она появилась и где находилась? Что произошло с этим секретным объектом? И за что американские летчики благодарили наших солдат? Дело в том, что вообще скрыть подобные вещи очень сложно. Собственно говоря, секретом это являлось секретом проишенения. Страшно красивые. На что способны современные люди в погоне за мнимой красотой? Сколько стоит превратиться в героя мультфильма? И как украшают себя женщины народа Апатани? Это красиво. Мы просто хотим быть красивыми. Никто нас не принуждал. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В Австралии ученые обнаружили два вида морских рептилий, считавшихся вымершими. Речь идет о тупоносой и чешуйчатой морских змеях. Последний раз этих земноводных видели около 15 лет назад, недалеко от побережья Индонезии. По расчетам серпентологов, хищники преодолели больше 2000 километров, чтобы достичь нового места обитания. И теперь некогда безопасный курорт может оказаться на грани банкротства. Токсины морских змей не уступают яду кобры и действуют в несколько раз быстрее. Пока специалисты только наблюдают за рептилиями, но, возможно, с началом туристического сезона эти пляжи закроют для отдыхающих. Где и кому стоит бояться нападения морских хищниц? И почему специалисты считают, что эти змеи представляют опасность для всего человечества? На Гоа от укуса морской змеи погиб россиянин. О случившемся в сети написала жена погибшего. Она утверждает, что успела только услышать крик мужа, после чего он выбежал из воды и начал задыхаться. Медики прибыли через 10 минут, но было слишком поздно. По словам специалистов, на туриста напала морская змея – кольчатый эмидоцефал. Этот вид обитает у берегов Индии. По словам биологов, за последние несколько лет морские змеи стали очень агрессивными. Они часто нападают на людей и даже преследуют их на суше. Например, недавно во Вьетнаме мраморная морская змея попыталась атаковать российскую туристку. Есть отдельные особи, которые могут выходить на долгое время на сушу, передвигаться там успешно и так далее. Но опять-таки они будут обязаны вернуться в воду, просто потому что это такая вот у них среда обитания. В Юго-Восточной Азии морских змей называют нежными убийцами. Их укус сложно почувствовать. По словам медиков, зачастую человек понимает, что произошло, когда уже слишком поздно. И укушенного не спасти. Человек, купаясь в море, в океане, он в прибрежной зоне даже не замечает на своей такой эйфории укуса змеи. То есть просто бывает, что он безболезненный. И получается так, что попадание или симптом отравления замечается довольно поздно. И помощь должна поступить очень быстро. Морские змеи – ближайшие родственники аспидов, смертельно ядовитых кобры и мамбы. Но в отличие от них, водяные рептилии убивают своих жертв гораздо быстрее. Поэтому у медиков совсем мало времени на введение сыворотки укушенному. Морские змеи охотятся на рыб. Если рыба после укуса уплывет, найти ее потом для морской змеи будет непросто. К тому же ее может отнять другой хищник. Поэтому яд позволяет убить жертву максимально быстро. И именно поэтому он так опасен. Место укуса морской змеи практически не опухает. Среди первых симптомов – головная боль, тошнота и рвота. Постепенно наступает паралич мышц. В итоге человек задыхается в страшных муках. Дайверы говорят, морские змеи наиболее опасны у поверхности воды. Как раз там, где плавают отдыхающие. По словам биологов, рептилии всплывают раз в два часа, чтобы набрать воздуха. У морских змей правое легкое просто огромное. Оно тянется вдоль всего тела. Оно позволяет змее долго охотиться под водой. Также легкое – это своего рода балласт, как у подводной лодки. Благодаря ему рептилия может всплывать. Ранее морские змеи встречались только в Тихом и Индийском океанах. По словам серпентологов, холодные воды Южного и Северного полюсов не позволяли теплолюбивым рептилиям проникать в Атлантику. Но когда в Центральной Америке завершилось строительство Панамского канала, эти хищники появились и у берегов Атлантического океана. Рыбы в Атлантике ни разу не сталкивались с морскими змеями. Они просто их не боятся и становятся легкой добычей. Рептилии могут разрушить хрупкую экосистему рифов в Карибском море. И это отразится на всей природе планеты, на нашем климате. Это может привести к катастрофе. Сейчас в Никарагуа ведется активное строительство Второго канала между Атлантическим и Тихим океанами. По мнению экологов, этим маршрутом воспользуется еще больше змей. Возможно, они появятся на пляжах многих популярных курортов. Чешские историки выдвинули сенсационную гипотезу. Они считают, что один из лидеров Третьего рейха, Рейнхард Гейдрих, стал жертвой испытания биологического оружия. По официальной версии, политик погиб в 1942 году из-за тяжелого ранения, полученного во время покушения. Он умер в больнице от заражения крови. Но почему исследователи уверены, что это не так? Гейдрих был видным политическим деятелем Германии. Он занимал пост начальника Главного управления имперской безопасности, исполнял обязанности имперского протектора Богемии и Моравии, а также считался координатором по борьбе с внутренними врагами Третьего рейха. Кто убил Гейдриха? И какой яд они использовали? Почему чешские мистики уверены, что обер-группенфюрера погубила проклятие короны? С первого взгляда кажется, что это безобидные банки с грибами. Но на самом деле в них может находиться смертоносный ботулотоксин. Его вырабатывают бактерии. Считается, что в годы Второй мировой войны этот яд впервые использовали как биологическое оружие. Вот вы заготавливаете грибы и закручиваете их металлической крышкой. В условиях отсутствия воздуха там развивается ботулизм. Очень сильный яд, который, в принципе, уж если мы с вами можем его изготовить, то спецслужбы Великобритании, захваченной Гитлером Чехии и так далее, я думаю, вполне. Историк Андрей Ведяев изучил обстоятельства смерти одного из лидеров СС Рейнхарда Гейдриха. Эксперт уверен, кто-то намеренно опробовал на политике эффективность ботулотоксина. У Гейдриха было много врагов. Сам Гитлер называл его «человеком с железным сердцем». Гейдрих был одним из инициаторов, значит, окончательного решения еврейского вопроса, в результате которого было только в Польше 2 миллиона в течение года людей уничтожено в газовых камерах. Гейдрих сделал головокружительную карьеру в СС. Он занимал пост начальника главного управления имперской безопасности. Именно его фюрер сделал главой протектората Богемии Моравии, оккупированный нацистами Чехии. Гейдрих переехал жить в Прагу. Фактически протектор, наместник, стал осенью 1941-го Гейдрих, и он ввел сразу очень жесткий режим карательный. Был настолько уже уверен в своей неприкосновенности, что ездил без охраны, с водителем. Историк Андрей Ведяев считает, что любовь Гейдриха к поездкам в кабриолетах сделала его идеальной мишенью для убийц. По официальной версии, покушение на политика спланировали совместно агенты британского управления специальных операций и члены чешского сопротивления. Эта миссия получила кодовое название «Антропоид». Диверсанты устроили засаду на дороге, где должна была проехать машина Гейдриха. Но в решающий момент операция «Антропоид» вышла из-под контроля. Оружие Йозефа Габчика дало осечку, а второй нападавший Ян Кубеш промахнулся, бросая самодельную гранату. Снаряд взорвался не в салоне, а под автомобилем. Рейнхарда Гейдриха доставили в больницу и прооперировали. По словам хирургов, он был вне опасности, однако через неделю умер. Так что же убило обергруппенфюрера? Британский микробиолог Пол Филс заявил, что брошенная в Гейдриха граната была биологическим оружием. Якобы она содержала смертельную дозу ботулотоксина. Ботулотоксин, он действительно вызывает тяжелейшее отравление, тяжелейшую интоксикацию. У человека возникает тяжесть в теле, головные боли, он не может двигаться. Смерть наступает в результате парализации дыхательной мускулатуры. Он практически умирает от удушья, от асфиксии. Поэтому смерть достаточно страшная. Однако никаких доказательств этой гипотезы нет. Британская разведка даже в наши дни не готова комментировать эту операцию. А суеверные чехи считают, что на самом деле Рейнхарда Гейдриха погубило древнее проклятие короны. Незадолго до своей смерти политик примерил корону святого Вацлава. По легенде, любой, кто наденет ее, не имея законных прав на престол, умрет. Далее в программе. Американская военная база в СССР. Как она появилась и где она ходилась? Что произошло с этим секретным объектом? И за что американские летчики благодарили наших солдат? Дело в том, что вообще скрыть подобные вещи очень сложно. Собственно говоря, секретом это являлось секретом полишинили. Самая жестокая женщина Парижа. Жанна Вебер убила десятерых детей. Как маньяку дважды удалось избежать правосудия? Ну, ее просто уволили, и она по традиции переехала в другой город. Страшно красивые. На что способны современные люди в погоне за мнимой красотой? Сколько стоит превратиться в героя мультфильма? И как украшают себя женщины народа Апатани? Это красиво. Мы просто хотим быть красивыми. Никто нас не принуждал. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Конрад Мюррей, лечащий врач Майкла Джексона, выпустил книгу воспоминаний о своей 11-летней дружбе с королем поп-музыки. Ранее Мюррей отсидел два года за непредумышленное убийство своего звездного пациента. В книге доктор откровенно рассказал о нездоровой тяге популярного певца к пластическим операциям и косметологическим инъекциям. Именно стремление улучшить свою внешность, по мнению медика, стало причиной смерти Джексона. Но почему в погоне за идеалом некоторые люди не могут остановиться? Сколько стоит превратить себя в подобие кумира? Трудно поверить, но на этих фотографиях один и тот же человек. По словам специалистов, именно так мог выглядеть Майкл Джексон, если бы не увлекся пластическими операциями. В молодые годы Майкл Джексон был типичным представителем афроамериканцев, наверное, начиная где-то с 18-19 лет. Конечно, он стал делать пластические операции. И эти операции касались, конечно, прежде всего и носа. И порядка, я думаю, порядка 10 операций, а может даже и больше. Эксперты считают, что король поп-музыки страдал психическим отклонением, дисморфофобией или мнимым уродством. При этом в синдроме человек зациклен на несуществующих недостатках своей внешности и готов на все, чтобы их исправить. Специалисты из области психологии, психиатрии, они приводят, в принципе, основополагающий мотив, почему люди этим занимаются, что это компенсация некоторого чувства неполноценности. Сам певец отрицал свое увлечение пластикой. Он утверждал, что все изменения в его внешности связаны с редкой болезнью – витилиго – нарушением пигментации кожи. Но в своей книге Конрад Мюррей заявляет, что Джексон корректировал форму лба и щек, несколько раз делал пластику носа и век. И даже знаменитая ямочка на подбородке певца – дело рук пластического хирурга. Удивительно, но независимые эксперты согласны с американцем. Они считают, что такие кардинальные изменения внешности не могли быть последствиями борьбы с витилиго. Это шоу-бизнес, там миллионные, многомиллионные доходы. И, соответственно, чтобы как-то выделиться, я думаю, подталкивали скорее к этим операциям. Невероятно, но, по словам ученых, стремление к улучшению внешности в нас заложено генетически. По словам антропологов, это легко проследить на примере индийских и африканских народов, сохранивших свои древние традиции. Мы делаем татуировки на лице, вставляем украшения в нос и уши, потому что это красиво. Мы просто хотим быть красивыми. Никто нас не принуждал. Балло Диф – одна из старейшин индийского народа Апатани. Они живут закрытой общиной на северо-востоке страны. Здесь женщины до сих пор украшают себя татуировками на лице и затычками в носу, так же, как поступали их предки сотни лет назад. Сегодня молодежь наряжается и красит лицо, чтобы стать привлекательнее. Никто больше не надевает красивые традиционные платья. Они даже удаляют татуировки с лица. Моя дочь так сделала. Они думают без этого стать красивее, но вместо того они просто стали такими, как все. Подобная традиция и пирсинга, и татуировок, и, собственно говоря, любых модификаций собственного лица зародилась в качестве вот такого противостояния попаданию в плен к мужчинам-захватчикам, которые, конечно, девушек не щадили. Использовали их и потом, так сказать, убивали. По словам специалистов, современные реалии толкают людей к одному общему стандарту – тому, что сейчас называется трендом. Например, сегодня каждая третья женщина планеты увеличивает себе губы. Никаких рациональных аргументов в пользу этой процедуры нет. Просто кто-то решил, что так модно, а значит красиво. Ну, с точки зрения здравого смысла это объяснить нельзя. И я думаю, там не психическое заболевание, я думаю, там скорее все-таки желание заработать, желание прославиться. Ведь как только ты прославляешься, ты становишься знаменитым, начинают вести телешоу-программы, писать журналы. На Западе в погоне за модным лицом идут на самые немыслимые операции. Так, американец Джордан Джеймс Парк потратил 170 тысяч долларов, чтобы стать похожим на своего кумира – Ким Кардашьян. Молодой человек перенес 50 пластических операций и многочисленные инъекции. Он вкалывал филеры в губы и скулы, делал татуаж бровей. Все ради того, чтобы приблизиться к идеалу. Джордан утверждает, он не собирается зарабатывать на своем лице, а просто хочет быть красивым. Это было лет шесть назад. Я просто увидел ее по телевизору, и я понял, каким должно быть мое лицо. Я хочу ее лицо, оно идеально. В конце концов, когда ты смотришь в зеркало, ты не думаешь, что вот я не звезда. Ты думаешь, я красивый. Вот сегодня я смотрю на себя, я очень красивый. Пикси Фокс с детства была поклонницей мультперсонажа Джессики Рэббит, знойной девушки из знаменитого фильма «Кто подставил кролика Роджера». В результате Пикси потратила 119 тысяч долларов и перенесла более 100 пластических операций, чтобы максимально приблизить свою внешность к вожделенному образу мультяшки. Меня всегда вдохновляли девушки из мультфильмов. Когда ко мне подходят на улице и говорят, ты выглядишь как мультяшка. Для меня это лучший комплимент. Я хочу быть такой. Это по-настоящему красиво. Это яркий пример того, что современный мир не ограничивает человека в его весьма патологических проявлениях. Это, конечно, какое-то глубокое патологическое подклонение в психике. Тем не менее, формальных причин такому человеку объяснить, что он не прав, нет. Ну, что не запрещено, то разрешено. Остается только посожалеть по поводу таких трансформаций. По мнению психологов, сегодня каждая десятая женщина до 40 лет сделала хотя бы одну так называемую процедуру красоты. Инъекции ботокса или филеров, увеличение груди, подтяжку лица или операцию по коррекции носа. Но самое удивительное, специалисты утверждают, более половины из тех, кто сегодня ложится под нож хирурга, делает это под влиянием социальных сетей. Из 100 человек, опрошенных учеными из университета Рудгерса, 42 человека сознались, что улучшили свое лицо ради хороших селфи. Белый дом официально подтвердил слухи об открытии военно-морской базы на территории Украины. На Черноморском побережье, в городе Очакове, Николаевской области. Невероятно, но, по словам историков, это не первая военная база американцев на территории современной Украины. Во времена СССР, в Полтаве, в 900 километрах от Москвы, находился секретный аэродром США. Как он появился в Советском Союзе? И что произошло с этим объектом потом? В 1943 году союзники сбросили на немецкие войска более 200 тысяч бомб. Для победы над Гитлером бомбардировки нельзя было останавливать. Но от Америки и Великобритании линия фронта, требующая огневой поддержки с воздуха, находилась слишком далеко. Их самолеты попадали под обстрел немецких ПВО. Базируясь на аэродромах южной части Италии, американские ВВС предприняли бомбардировки стран Центральной и Южной Европы, которые были оккупированы немцами или сотрудничали с немцами. С аэродромов южной Италии самолеты союзников не могли долететь до многих ключевых центров противника. И тогда Рузвельт обратился к Сталину с предложением разместить авиабазу под Полтавой. Верховный главнокомандующий дал добро. Так на территории Советского Союза появился секретный американский аэродром. Эта операция называлась «Френтик». Под организацию челночных налетов американской авиации было удано три больших аэродрома полтавского аэроузла. Это, собственно, аэродром Полтава, аэродром Миргород и аэродром Перятин. В рассекреченных архивах говорится, что на самом деле главной целью Рузвельта были вовсе не атаки немецких объектов. Истребители сопровождения постоянно сбивались с курса. На деле они проводили детальную аэрофотосъемку военных объектов СССР. По мнению экспертов, после разгрома Гитлера американцы готовились атаковать Советский Союз. Американцы предложили тогда усилить свой контингент в районе вот этих трех авиабаз, добавить персонала, аэродикционные станции американские поставить. Но с учетом политических факторов Сталин отказал. Для строительства авиабазы Великобритания доставила в Полтаву 50 тысяч металлических плит. Из них сделали взлетно-посадочную полосу, способную принимать сверхтяжелые бомбардировщики Б-17. 6 июня экипажи нанесли удар по военным объектам в Румынии. Советские истребители проводили Б-17 через линию фронта. Боевой вылет прошел успешно. Румынский аэродром «Галац» был уничтожен. В этот день «Галац» бомбили как американские, так и советские самолеты. В целом же удары, вот эти 18 налетов с Полтавского авиаузла, в общем, сыграли, конечно, определенный роль. 11 июня 1944-го экипажи 15-й воздушной армии США возвращались на свою базу в Италию. Один из бомбардировщиков сбили нацистские истребители. На его борту находилась секретная информация, подробный отчет об успехах бомбардировок и, самое главное, аэрофотоснимки и фотографии с аэродрома в Полтаве. Ночью 22 июня 75 немецких бомбардировщиков атаковали Полтавскую авиабазу. Оказать сопротивление не удалось. Из-за большой высоты советские зенитки не смогли достать самолеты врага. Нацисты скинули на аэродром сотни бомб и уничтожили 64 из 200 самолетов. Погибли 33 человека. Только один из них был американцем. 22 человека из абсурда персонала погибло нашего, причем 5 женщин. И погибло 3 военных корреспондента. Два из правды, один из красной звезды. Восстанавливали аэродром и обезвреживали невзорвавшиеся бомбы бойцы гарнизона и местные жители. Американцев к работам не допускали. База была приведена в рабочее состояние в рекордные сроки за 6 дней. После немецкого налета с базы было совершено всего 5 боевых вылетов. Потом ее законсервировали. К тому моменту линия фронта находилась в 800 километрах от Полтавы. Американцам предложили отправиться домой. Нельзя сказать, чтобы черночные полеты внесли какую-то существенную роль в победе на Германии. Но они в какой-то мере продемонстрировали взаимодействие. Их сейчас, их одно время пытались как дружные отношения союзников и так далее спорить. По воспоминаниям работников, в базы перед отъездом полковник Дэвид Ланкастер поблагодарил русских за устранение последствий авианалета. Он признался, что во время вражеской атаки советские люди приняли удар на себя. Ведь сброшенные на аэродром Новый предназначались для американских пилотов. К слову, ни один из них не погиб. Чернобыль станет пригодным для жизни через 800 лет. К такому выводу пришли российские ученые. По подсчетам специалистов, к этому времени редкий изотоп плутония ПУ-239, которым заражена зона отчуждения, полностью разложится. 15 лет назад в России, на территории Ивановской области, специалисты также обнаружили зону повышенного радиоактивного фона. Это площадь в 100 на 150 квадратных метров на полигоне недалеко от села Галкино. Здесь в 71 году прошлого века во время проведения секретной операции «Глобус-1» под землей ученые взорвали ядерную бомбу. Но зачем они это сделали? Какие последствия оставил этот эксперимент? И есть ли угроза для людей? Это не Чернобыль. Такие показатели дозиметр выявил в Ивановской области, в лесу в 4 километрах от поселка Галкино. Мало кто знает, но здесь во времена СССР была своя зона отчуждения. 19 сентября 1971 года в рамках секретной операции «Глобус-1» на полигоне в Ивановской области произвели подземный атомный взрыв. По официальной версии, это была мирная операция. Таким способом геологи искали нефтяные месторождения. Что-то пошло не так, как сейчас говорят. Почему? Потому что фонтан грязи радиоактивной воды выплеснулся наружу. То есть были допущены просчеты при сооружении, при конструировании вот этой шахты. Тогда в ближайшем селе Галкине жило около 80 человек. Перед взрывом военные попросили хозяев домов заклеить окна. На случай возможной эвакуации к деревне прислали машины. Но в результате вывозить никого не стали, посчитав загрязнение не опасным. Жителей просто попросили не подходить к месту взрыва. Однако, несмотря на это, вскоре на полигон проникли подростки. Они там полазили, вот там 12 моторов стояло, дизелей, которые крутили бурта. Они полазили, полазили, видать, раз, раз, один там через месяц, другой через два месяца. Все, готовые. Смерть детей из соседнего села списали на менингит. Про лучевую болезнь в то время деревенские врачи даже не слышали. Следующими жертвами радиации стали сельчане, угнавшие с полигона оставленную там технику. Она была тоже радиоактивно заражена, а потом она была разобрана. То есть ее не увезли, не было никакой дезактивации. Официально это место называется поселок Глобус-1. Тут до сих пор стоит табличка с планом расположения объектов в научно-исследовательском поселении. Схема вахтового поселка Глобус-1. Склад. Емкости для воды. Там туалет, здесь машины стояли. Взрыв атомной бомбы в Глобусе-1 стал очередным из 124 так называемых мирных ядерных взрывов на территории СССР. С 65 по 88 годы таким образом не только искали нефть и алмазы, но и строили подземные газохранилища и даже пытались изменить русло рек. Три взрыва оказались аварийными. Это якутские Кротон-3 и Кристалл и тот самый Ивановский Глобус-1. Но местным жителям о катастрофах не сообщали. Всю информацию об операциях просто засекретили. В цивилизованном обществе, не приведи Господь, если такая ситуация случается, необходимо говорить о компенсации этим людям со стороны государства. Это должны быть иски, о компенсации морального вреда, о компенсации затрат на лечение, на восстановительное лечение, на реабилитационное лечение. Этого не происходило. То есть мало того, что не происходило, еще все это активно замалчивалось. В 2004 году специалисты провели оценку загрязнения местности. Зоной повышенного радиационного фона признали площадь 100 на 150 метров, а источниками излучения небольшие участки грунта. В октябре 2014 года здесь провели работы по изоляции скважин и дезактивации местности. Сегодня весь зараженный грунт из так называемых амбаров вывезен на комбинат по утилизации радиоактивных отходов. Теперь находиться на заброшенном полигоне абсолютно безопасно. Ровно 100 лет назад во Франции умерла самая знаменитая серийная убийца Жанна Вебер. На ее счету более 10 задушенных детей. Вебер родилась в 1874 году в небольшой деревне на севере Франции. В 14 лет она переехала в Париж, где вышла замуж за рабочего. У нее было трое детей. Всех их Жанна убила своими руками. Другими ее жертвами стали дети соседей и знакомых. Как жестокой убийце дважды удалось избежать правосудия? И почему сразу после суда Вебер позвали работать в детский приют? Это страница одной из самых известных газет Франции «Лепетти журнал» «Маленькая парижская газета». 12 мая 1907 года на ее первой полосе появилась шокирующая статья «Жанна Вебер. Преступление или злой рок?» В это сложно поверить, но даже после 10 детских смертей во Франции многие сомневались в виновности этой женщины. Жанна Вебер происходила из достаточно бедной крестьянской семьи, проживавшей в таком достаточно глухом, по французским меркам, медвежьем углу в Британии. Это северо-западная Франция. Когда она стала уже подростком, ее отправили буквально там с несколькими медными монетками в Париж, чтобы избавиться от лишнего рта. В 1893 году девушка познакомилась с будущим мужем и поселилась в бедном квартале Парижа Гуд-Дор. Здесь у Жанны родились дети, сын и две дочки. Семья Вебер едва сводила концы с концами, а в 1903 году у них случилось несчастье. Обе девочки неожиданно умерли от удушья. Соседи считали, убитой горем женщине нужно отвлечься, поэтому были не против, когда Вебер предложила посидеть с их малышами. Но самое удивительное, менее чем через месяц дети начали погибать один за другим. В этом городе незадолго до этого погибли пять малышей. Обстоятельства их смерти были схожи, но, к сожалению, органы полиции не обратили на это внимания, и был сделан вывод, что они погибли в результате естественных причин, в результате какого-то заболевания, которое так не могли установить. Первой жертвой Вебер после убийства дочерей стала полуторагодовалая племянница Жоржетта. Пока ее отец Пьер был на работе, а мать в прачечной, за девочкой присматривала Жанна. Но когда родители вернулись домой, малышка уже не дышала. Спустя десять дней у Пьера Вебера умерла еще одна дочь, трехлетняя Жермен. И что самое удивительное, когда у девочки случился приступ удушья, рядом с ней снова оказалась Жанна. Один за другим начинают умирать маленькие дети. В том числе и у Жанны, когда следователь будет спрашивать представителей семьи Вебера, а что же вы, неужели вы ничего не подозревали? Они говорили как-то так, ну вот мы что-то вроде как начали подозревать, но потом, когда ее собственный сын маленький умер, ну какие уж тут после этого могут быть подозрения, не может же мать убить своего ребенка? Криминалисты уверяют, именно этого Жанна и добивалась. Смерть ее сына сыграла решающую роль на суде. Но как только с Вебера сняли все подозрения и выпустили на свободу, в ее окружении снова стали умирать дети. Как правило, такие люди не останавливаются. Очень редкий случай, когда маньяки, как в данном случае, прекращали свою деятельность. Только поимка данного человека, органы полиции, суд и осуждение могли как-то приостановить. остановить поток этих убийств, страшных убийств маленьких детей. Жанна Вебер сменила имя и уехала из Парижа. В новом месте она поселилась с крестьянином БУЗ и его девятилетним сыном. Всего через два месяца после приезда Жанны на ферму мальчик умер от удушья. Полиция отправила тело на вскрытие, но все, что удалось обнаружить судмедэкспертам, небольшую гематому в области шеи. В итоге медики постановили, мальчик умер естественной смертью, а синяк всего лишь след от тугого воротничка рубашки. Она просто-напросто просовывала руки под рубашечку, сдавливала грудную клетку, ребенок задыхался. Никаких особенных следов, кроме, может быть, там случайно оставленного пальцем синяка, в этом случае не возникало. Родственники БУЗ в случайную смерть мальчика не поверили. Их подозрения подтвердились, когда среди вещей Жанны они нашли газетные вырезки со статьями об убийстве из района Гуддор. По данному факту снова стояло судебное разбирательство. Жанна Вебер была до него арестована, также снова оказалась на скроме подсудимых, и произошло снова странное событие. Опять в результате оплошности медиков не удалось установить точную причину смерти ребенка, и Жанна Вебер была оправдана. опять оказалась после суда на свободе. На защиту Вебер встал самый известный французский адвокат Анри Робер. Ему удалось не только запутать свидетелей и врачей, но и заручиться поддержкой президента местного общества защиты детей Жоржа Бонжо. В итоге из кровожадной убийцы Жанна Вебер превратилась в жертву полицейской провокации. Анри Робер к этому времени составил себе ими участие в нескольких громких и неоднозначных процессах. Потом станет известно уже после второго суда его переписка с Жанной Вебер, она находилась в тюрьме, он не сомневался в ее виновности, но продолжал ее отставить. Это такой вот представитель адвокатской профессии, для кого победа любой ценой это вот единственная цель. Звучит невероятно, однако Жанне Вебер удалось не только дважды избежать наказания, но и получить новую работу. В январе 1908 года она переехала в Оргевиль. Ее пригласили занять должность нянечки в детском приюте. Менее чем через месяц Вебер попыталась задушить одного из своих воспитанников. К сожалению, данная история своего развития не получила, и данная обстоятельность была скрытой. Ее просто уволили, и она по традиции переехала в другой город, где поселилась в трактире временно. В мае 1908 года Жанну Вебер обвинили в убийстве Марселя Пуаро, сына хозяина гостиницы, где она остановилась. Постояльцы трактира услышали крик ребенка, выбили дверь, но было уже поздно. Мальчик умер. На все вопросы Вебер отвечала, что ничего не знает, и просила позвать адвоката. Но на этот раз Анри Робер отказался стать ее защитником. Опять возбудили уголовное дело, ее арестовали. В данном случае была проведена экспертиза психиатрическая на предмет вменяемости, которая, в общем-то, установила, что Жанна Вебер была невменяема. В октябре 1908 года Жанну Вебер отправили в сумасшедший дом. Она отказывалась от общения с родными и врачами и утверждала, что никого не убивала. Жанна провела в клинике 10 лет. В 1918 году она покончила с собой, задушив себя собственными руками. Выдающийся мыслитель эпохи возрождения Джордана Бруно утверждал, что стремление к истине это единственное занятие достойное героя. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин